Приветствую вас. Есть у меня такое ощущение, что всю свою жизнь, даже до своих десяти лет, вы жили не для себя. Есть у меня такое ощущение, что всю свою жизнь вы жили для других, для кого-то. До десяти лет вы жили для папы, судя по всему, потому что, ну, конечно, смерть отца это трагедия, безусловно, но десять лет это возраст все-таки уже такой, достаточно большой, когда могут сформироваться и свои интересы, и свои взгляды какие-то, и свои цели, и свои желания, и своя позиция по поводу мира, людей, окружающих. Вот. То есть это мне подсказывает, что вот до десятилетнего возраста, до смерти вашего папы, вы были уже тогда больше ориентированы на других, чем на себе. Вот. И, ну вот, знаете, были таким, наверное, подавленным ребенком. То есть психология, это называется именно так, подавленный ребенок. То, что вы описываете, по крайней мере. Вот. Вот, то, что вы пишите, да, до десяти лет я была, на мой взгляд, нормальным обычным ребенком. Училась в школе только на пятерке, хотя почему-то у меня не так хорошо ладилось с подругами в класс, хотя во дворе и в садике были подруги. Ну вот, посмотрите. Пятерки, я более чем уверен, были не для вас. То есть, пятерки были для других людей, для кого-то другого, были пятерки. Но не для вас. То есть, вам самой, скорее всего, эти пятерки были не нужны. Ну вот, все это мне подсказывает, что вам самой пятерки были не нужны, судя по тому, что вы к папе были очень, видимо, сильно привязаны. Вот. И, соответственно, если вам действительно пятерки были не нужны, то в таком случае можно говорить в целом о том, собственно, а для чего же вы тогда, ну вот, учились, да, для чего, зачем, зачем вы учились, с какой, с какой целью вы тогда учились, что вами двигало учиться тогда. Понимаете? Вот это мне кажется очень важным моментом на самом деле, потому что уже в этом возрасте вы могли себя потерять. Уже в этом возрасте вы могли забыть о том, какая вы стремяешь завоевать доверие своего отца, стремяешь получить его любовь, ну, либо что-то в этом роде. Вот вообще интересно, что про своего отца и про отношения с ним вы ничего не рассказываете, хотя десять лет вы его, в общем-то, знали и десять лет вы с ним, ну, взаимодействовали. И это на самом деле довольно странно, потому что обычно люди про тех, по поводу кого они так сильно переживают, а вы говорите, что вы сильно переживали, но отказывают больше, больше. Соответственно, где-то на что может быть? Либо связь очень большая с торцом, настолько большая, что вам до сих пор больно об этом говорить, больно, значит, это как-то раскрывать. Вот. Ну, либо там есть еще что-то, о чем, понятное дело, вы сейчас, может быть, не... Ну, предпочитаете, да, не рассказывать и не повествовать о вас. Хотя, в общем и целом, это довольно важно. Вот. То есть, отец и его влияние на вашу жизнь, соответственно, значит, возврат, возрастная регрессия, вот в то время, в то время, когда вы были, ну, собственно, маленькой, да, до десяти лет возраст был. Вот. Это является первостепенной позицией здесь. То есть, искать себя, да, искать себя нужно вот там. Вот. Это там. Это о том. Это... просто. Это вот десяти-летний возраст ваш. Это вот вы там, вы вот забыли про себя еще тогда, видимо, пытаясь добиться любви, воеваться. Вот. Ну, я, конечно, этого не знаю, но... Мне кажется, ну, как бы, наверняка я этого не знаю, но, конечно, мне кажется, что так было. Так имеет место быть. Дальше, значит, вы пишите, что это было большой трагедией для меня, моего брата и мамы. Чёрная тушь, чёрная тушь, угнетение и тоски повисли над мамой. После смерти папы я начал постоянно болеть ангилами, иммунитет был снизен. Ну, вот здесь, конечно, ярко выражена психоатоматика, на мой взгляд. То есть, видимо, не отболели, не отплакали, не пережили этот негатив. Не выписали, потому что, возможно, не могли из-за того, что... Ну, маму нужно было поддерживать, да? Вот. Возможно, вам не разрешалось плакать. Может быть, вы себе не позволяли, а потом не разрешалось. Вот. Может быть, более глубинная проблема. То есть, то есть, вы и так не смогли проститься с отцом, не смогли отпустить его. Вот. Не смогли расстаться с ним окончательно. Вот. И это не совсем обычная смерть родственников, потому что... Ну, потому что... Сами понимаете, это было давно, да? 17 лет назад, если быть точным. Вот. И, естественно, боль она внутри, боль она глубоко. Ее нужно вытащить, ее нужно заново перешить, ее нужно дифференцировать и обратить уже непосредственно вам во благо. Ну, то есть, чтобы это было именно для вас. То есть, чтобы вы умели свою боль обращать во благо себе. Вот. То есть, тут такой двойной момент, да? Желание перед папой, возможно, казаться хорошей, стараться... Желание стараться для папы, да? И, с другой стороны, не отпущение его, это невозможно отпустить его. Это вот такие моменты. Потом, года через два, маму уволили с работы, перед пенсией. Я была плодным ребенком, я и нам детям. Это было большим потрясением. Мы остались без средств существования, мне было так обидно за маму. Ну, опять же, довольно интересную позицию вы здесь озвучиваете, да? Что вам было обидно за маму. А почему вам было обидно за маму? То есть, вам обидно не за себя, да? Вам обидно не за себя, а за маму. Но ведь уволили-то маму, почему вам обидно за нее? Мама своими действиями, так или иначе, прибыла себя вот к такому результату. Неприятно это? Да, безусловно, это неприятно. Но эта мама, это ее ответственность, и она сама за это ответственность несет. По какой причине вы берете ответственность на себя за нее? Ну, для меня загадка, показ. То есть, очевидно, что это одна из возможных причин вашего состояния и то, с чем, собственно говоря, нужно работать. То есть, вот, вы знаете, вопрос, как вам быть, да? Вот это вот то самое, как раз. Это тот самый, тот самый момент. Так, значит, если я вслух рассказываю, то всегда плачу. Ну, здесь тоже достаточно значимый аспект, потому что, если вы плачете, коль уж, коль уж, коль уж вы плачете, то, на мой взгляд, нужно обязательно выявить причину. То есть, вы плачете, почему, какая эмоция у вас является стимульной, движущей вами. Эмоцию нужно отследить по эмоциональному следу, да? Открыть ее восхождение в прошлое и, найдя корень этой эмоции, источник этой эмоции, разбирать уже его. То есть, там, возможно, речь идет о, значит, переакцентировании внимания, она уже действует. Это сам нужно чувство перевести в действие. Пока этого не происходит. То есть, ваши чувства, они как бы свидетельствуют вам о том, что нужно делать, о том, что необходимо сделать, но вы их пока не слышите. Далее. Потом мы выбрали, но ведь какие эмоции пережили. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело не в том, какие вы эмоции пережили. Дело немножечко в другом, на самом деле. Дело в том, что вам не донесли ваши родители, это, наверное, тоже один из ключевых моментов. Вам не донесли ваши родители, что, как вам сказать, страдания, вот именно страдания, сами по себе, да? Дело в том, что вас означает рост, развитие и так далее. Но вас, видимо, приучили считать и думать, что страдания – это что-то, вообще-то говоря, незаслуженное. Ну, просто вот незаслуженное. Их не должно быть. И выводы, которые вы делали из страданий, были неправильными. Для того, чтобы извлекать урок и расти, вы обижались и копили эту обиденную в себе, но при этом никак ее не выражали. Когда я была подростком лет в 13, я стал замечать, что у меня не было учеба. Я стал очень сильно устал, у меня не лазилось общение со сверстниками. Ну, смотрите, здесь ситуация такова, да? Что, вот вы сказали, что учеба, да, у вас была до 10 лет на одни пятерки. Сказалось бы, мелочь, да? Мелочь, казалось бы. На самом деле, это очень важный момент, потому что если у вас учеба была на одни пятерки, как вы говорите, то есть пятерка – это что такое, по факту? По факту пятерка – это оценка. Оценка – это, в свою очередь, оценочное суждение, а оценочное суждение, в свою очередь, субъективное. Так вот, вы в своей деятельности ориентировались и, вероятно, ориентируетесь на субъективную оценку. И, скорее всего, на субъективную оценку своего отца, я, конечно, точно не знаю этих деталей, но, вероятно, что вы ориентируетесь именно на это, на субъективную оценку своего отца. И когда вашим отца не стало, в том месте с ним не стало оценки, не ради кого стало вам учиться и ладить общение со смертниками. Ну, кстати говоря, с ними, значит, у вас проблемы были и раньше. То есть, социализация, с налашиванием социальных сетей – проблемы были и раньше у вас. Это тоже через возрастную регрессию, через работу с вашими эго-состояниями можно, в общем-то, выяснить, что именно произошло, что именно происходит. А в этот момент я решил прийти в другой класс, так как в нашем классе учителя слабые были. Но, как я сейчас понимаю над людьми глазами, мне было плохо, я просто хотел сменить окружение, куда-то бежать. Окей, вы понимаете, что вы хотели куда-то бежать. Но вот чего вы не понимаете, я полагаю, до сих пор, так это того, от чего вы бежите. Объясните вы от себя самой. Точнее, на мой взгляд, от отсутствия самой себя. Потому что папа умер, у мамы свои проблемы, ну, и больше не ради кого вам стало что-либо делать. Какая-то одна из гипотез, то есть, ну, это моя такая вот сейчас собачья гипотеза, я, в общем-то, увидел подтверждение ее на гипотезе этой, и поэтому работаю именно с ней. Ну, класс, я счастья не нашла, дети были жестоки, меня не приняли, учителя называли малоимущие. Здесь, конечно, довольно интересный момент. Я не очень понимаю, почему именно учителя называли вас малоимущие. Вы пишите, что дети были жестоки, меня не приняли. Что вы сделали, чтобы вас приняли? Делали ли вы что-то для этого? Или вы рассчитывали, если вас примет просто так, понимали? Понимаете ли вы что нужно для того, чтобы вас приняли? То есть, вот тут вот такие вот моменты, они, ну, не очень, на мой взгляд, понятны, да? Значит, так, бороться с ситуацией сил не было, то есть, я не могла уже правильно оценивать ситуацию. Опять же, не совсем понятно бороться с ситуацией, зачем с ситуацией бороться. Как вы представляете себе борьбу с ситуацией подавления детей, убеждения учителей, что вы не малоимущие? Какое отношение, с чего учителя вообще решили, что вы малоимущие? Почему вас это так встревожило? То есть, в противоречии с какими вашими представлениями вот эта вот ситуация вступила? Понимаете ли вы, что именно вот эта противоречия, да, и определила конфликт? Так, я не могу описать, не смогу описать всю ту картину эмоций, которые я испытывал, что я чувствовал в то время весь коктейль, этой апатией, устал без различий, учеба скатилась до двоек, до троек, все это было для меня щеком, мне довольно было свободно, тревожные сны, фобии, но я не понимал, не осознавал полностью, что происходит. Ну, мне кажется, что и сейчас, если честно, вы до конца не осознаете. Могу сказать только то, что здесь у вас идет жалость к себе. Вот, вот здесь жалость к себе. Вы на самом деле испытывали всего одно чувство, это чувство потеря. Потому что вы находились в влиянии со своим отцом и, возможно, со своей мамой, но не так сильно, может быть, как с отцом, но тем не менее. Вот, так что эмоция, в принципе, одна, а все остальное, это не эмоции, это не эмоции и не чувство, это, в общем-то, просто-напросто состояние. Вот. Вот вы пишите, я не довольна была с собой. Тоже довольно ключевой момент. То есть, вы не принимали себя, вы не принимали свою позицию, вы не считали, что у вас может быть такая позиция, вы не считали, что у вас должна быть такая позиция. И вы не считали, что вы имеете право на такую позицию. Вот. Вы, как бы, запрещали себе быть вот такой, какая вы ей запрещали себя страдать. Но и в то же время хотели быть другой, той, какой хотели и хотели вас видеть, возможно, ваш отец. Привозные сны, фобии, это все, по сути, проявление, опять же, подавленных ваших желаний. В связи с моей усталостью, я сейчас в свободное время сидел дома. Ну, то есть, это вот непринятие других, да, от социальных контактов, это непринятие других, это всегда непринятие себя, самой себя. То есть, если я не принимаю других, я не принимаю саму себя. Так, значит, не могла выполнить даже простую домашнюю работу, диване нормальное, некачественное, то есть даже не понимала, что такое нормально. А в подношколу просто доползала до дивана. Ну, здесь, конечно, непрессивное состояние. Я не очень понимаю, вы говорите, что жили не нормально, не качественно, это вообще, опять, опять, что это за оценочное суждение. А как нормально, как качественно. То, что вы доползали до дивана, да, почему вы решили, что это некачественно, это ваша защита от, значит, того негатива, который был у вас в то время. Не общалась со сверстниками. Вы говорите, как бы это выделяя не... То есть, я не очень, опять же, понимаю, что именно одно считает ваше выделение. Не общалась. Ну, знаете, ну, если вы делаете на этом акцент, или кого-то обвиняете, или что-то еще, то с какой целью? Если вы подчеркиваете это, опять же, с какой целью? Вот, я вся была обижена на окружение, на мир. Но это нормально, вы были ребенком. Вот, и вам не объяснили, что такое боль, такое переживание, что из этого нужно извлекать. Я вся была обижена на окружение, на мир, что были такие ужасные события в жизни, винила себя, что сменила класс и усилила себе проблему. Понимаете, вот здесь тоже есть такой парабокс, что человек не может винить себя сам. Понимаете, для человека, естественно, функциональная вина. То есть вина с обязательным последующим извлечением опыта, деланием выводов и прочим. Это нормально для человека, это естественность. То, что описываете вы, это не нормальная вина. Это деструктивная вина. И я так полагаюсь, что вина это завязана на отца. Это отец. Это отец вас обменял. Ну, возможно. Возможно. Я не могла испытывать радость. Ну, потому что не принимала свою боль. Со мной невозможно было общаться, я стал агрессивный. И сама ругала дома домашними. Ну, агрессия здесь это, в общем-то, бунт. То есть, как правило, деструктивная, разрушающая агрессия. То есть, это вследствие низкого эмоционального интеллекта. То есть, когда человек не понимает, что его тревожит и не может удовлетворить себя, сказать о том, что его беспокоишь. И он в итоге агрессирует. То есть, агрессия вы хоть как-то снимали в свое напряжение. А потом я ругалась с мамой. Мама хотела в больницу везти меня. А я не шла, ругалась. Ей было больно за меня. Не совсем понятно, для чего в больнице. В какой стадии в больнице. Почему вы не хотели идти в больницу? Родственники ругали меня, чтобы я не вспоминал плохое. Потому что им это тоже неприятно слушать. Мне кажется, что у вас в семье вообще не очень принято было слушать друг друга. Мне почему-то так кажется, что не принято вас в семье слушать друг друга. Вообще, совсем не принято. Не принято поддерживать как-то друг друга. Так, я на протяжении всего времени вплоть до нынешнего дня живу впрочем. Ну, понятно. В прошлом вас удерживает отсутствие настоящего. Это понятно. Опять же, это определённые чувства, да? Определённые эмоции удерживают вас впрочем. Определённые, значит, потребности, собственно говоря. И, значит, что бы я здесь вам предложил, это, пожалуй, понять, что удерживает вас в прошлом. Вот это может быть какие-то, ну, какие-то желания, это могут быть какие-то там обиды. Вокруг которых вы снова и снова крутитесь. Вокруг которых вы снова и снова вертитесь. И так далее. Ну, это может быть что-то ещё, что-то ещё. Что я, конечно, не знаю. Вот тут тоже нужно разбирать. Понятно, что в прошлом вы достали, это называется якорь. Вот. Я кратному держусь. Вот. Иногда в гестальт психологии принято такой подход, что человек снова и снова предпереживает обстоятельства, значит, чтобы увидеть всю картину, вот, и чтобы перешить, наконец, и отпустить эту ситуацию. Мои глаза были в плёнке агрессии и гнева вместе. Кому вместе, на кого гнева и пополнить число агрессии. Агрессии, это защита. Это так ужасно осознавать. Ну, вот, у вас здесь есть редакт ужасно. И снова, это такой ужас. Соответственно, я рекомендую вам почитать про игру, какой ужас психологический. Да? Наверное, так и называется. Какой ужас. Почитать. После школьного аудиса, да-да, на статус своего апеллда, я поступила на бюджет в медицинский институт. Не туда, куда мечтала, но всё-таки на бюджет. Но опять, вопрос к вам. Так, ага, почему? Почему, собственно, не туда, куда мечтали? Что помешало поступить куда-куда мечтали? В общем, проблема-то была. Ну, то есть, вы не написали абсолютно ничего такого, что могло бы как-то на всё оправдать. То есть, тот факт, что вы не поступили туда, куда хотели. Я так полагаю, что, быть может, вам уже нравилось тогда страдать, вы уже, может быть, привыкли страдать. Вы уже, может быть, хотели страдать, вам уже, может быть, нравилось страдать. Вы уже, может быть, как-то испытывали некое удовлетворение от того, что вы страдаете. То есть, тут вот, конечно, нужно с этими моментами стараться. То есть, не нужно говорить о том, что вы в обязательном порядке хотели, но у вас не получилось. Вот эта вся история, не нужно этого говорить о том, что это оправдание. Это элементарное оправдание, которое, ну, давайте честны будем, мало когда работают. Значит, ну, я не чувствовал радость, ну, естественно, потому что вы не поступили ни туда, куда хотели, и вообще зачем поступали-то. Ну, опять-таки, даже там я стал на жертвой отношений не так ярко, значит, как в школе, все-таки там уже более теплые были. Ну, жертва – это не желание брать ответственность на себя, да? Соответственно, если вы говорите о том, что вы стали жертвой, значит, вы не желаете брать на себя ответственность. То есть, вы не желаете делать то, что, собственно говоря, нужно делать. Вот. 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 Вы не желаете делать то, что требуется делать. Вот. Вы не желаете взять и самостоятельно что-то, ну, что там, предпринять для того, чтобы вам было лучше. Вот. Вот. И у этого есть, опять же, причина. Да? Причина в данном случае может быть как психологическая игра как улузов, так и может быть что-то другое. Что я сейчас, конечно, сказать не могу, потому что нужна более подробная информация о вас. Вот. Вот. Но, тем не менее, ваша базиса жертва – это позиция не желающего обратно в себя ответственность за себя же, человека. Вот. Дальше. То есть, это не просто факты и события, а тут ужас эмоциональный как процесс, который я испытывал, не хотел я ходить в школу, в институт. То есть, я не хотел ходить в школу, в институт, да, но даже не доходило. Ну, хорошо. Вам может не нравиться школа, да, то есть, вы можете не одобрять школу, вы можете считать, что школа не нужна, что школа бесполезна там и так далее – это ваше право. Вот. Ну, школу, как говорится, нельзя избежать, то есть, ну, там можно закончить, закончить максимум, вроде, девять классов, учить. Вот. А, ну, в институт-то вы зачем ходили? Вы понимаете? У этого была была цель того, чтобы страдать, была цель. То есть, вы как будто хотели показать миру, что вы страдаете, что вам больно, что вам тяжело, что вам не комфортно. Вот. И, тем самым, желаю вызвать у мира число вины. Число вины, которое, скорее всего, испытывали вы сами. И, которые испытываете до сих пор. То есть, человек, он, как правило, стремится к тому, чтобы вызвать в окружающих его людях то, что он испытывает сам. Так ему легче живет. Дальше, со мной здесь окружающие. Люди отмечали вам не апатию, плаксивость, разрастить на этой стороне, не выглядят лучше дверям. Просто, когда больше со мной общались, то было понятно, что что-то не то. Не совсем понятно, откуда здесь определение зверь. Не совсем понятно, о чем вы говорите что-то не то. Ну, то есть, если, ну, допустим, если вы были плаксивой, раздражительной, вот эта вся история, если была, то, ну, не очень понятно, как это относится со зверем. То есть, ну, вот, понимаете, да, зверь, это немножко другое все-таки. Тут, 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 вот, мне кажется, нужно разбираться, что видели люди, что хотели людям показать по поводу, чего вы общались с людьми, для чего вы общались с людьми, чего вы хотели от людей, и как у вас, как у вас выстраивались отношения с, ну, с мамой в тот момент, с братом в тот момент и так далее. Вот, вот это все очень важные моменты. Так, закончилась школа, закончился институт, теперь работа. На работе проблемы с коллективом, как я всегда устал, что я не могла выполнять работу быстро, качественно, так как привыкла к грубому общению у окружающих, я оказал себя как вверх, вверху. Ну, на самом деле, понимаете, получается, по сути, запнутый круг, да? Люди относятся к вам грубо из-за того, что вы относитесь грубо к себе. Люди не ценят вас, потому что вы не цените себя, а вы, глядя на это, привыкаете не ценить себя, обвиняя в этом других. Вот получается такой вот круг порочный. Соответственно, ну, логично, что, в общем, от круга нужно избавляться, да? И обратно тебе ответственность. То есть менять, в первую очередь, отношение к самой себе. Значит, служит в твои желания, принимать свои желания, не отвергать их. Ориентироваться исключительно на себя, на то, что хочется вам, а не на то, что хотят другие люди. И служит свои желания, как в контексте ваших же идеалов. Вот. Это работа с самарценкой. Это работа с уверенностью в себе. Ну, и, конечно, все запретны. А я была всегда как сейчас, вот, наверху, с какими-то причинами, и меня внутри это все бесило. Ага. Ну, вот. Тоже такой довольно интересный момент, да? Что именно вас бесило? Конкретно. Бесило что? Что вы сделали, проявляли ли вы как-то свою агрессию? Вот эту агрессию, которую как бы и нужно проявлять в действительности. Вот. Если да, то как? Если нет, то почему нет? Дальше. Я старался работать, я не тунеядец. Вот видите, вы даже сейчас отказываетесь. А если вы тунеядец, то и что? Просто мне не хватало сил. А на что силы уходят? И меня раздражает тот, я не такой человек, конфликтный, не ответственный, как уважающие повестители и рулык. А просто во мне есть какая-то заноза, а просто причиняет мне боль. Ведь им нет до этого дела. У меня к вам вопрос, а почему им до этого должно быть дело, если вам до этого нет дела? Вам до этого нет дела и им до этого нет дела. Какое, кстати, людям должно быть дело до того, что у вас там есть какая-то заноза? Может быть и есть заноза, но только у людей своих проблем хватает. Почему вы считаете, что людям должно быть до вас дело? Если вы действительно считаете, что у вас заноза, ну, покажите людям это. Покажите людям, что у меня заноза, что мне плохо, что мне тяжело, что у меня как бы есть конфликт какой-то. Так люди видят то, что вы им показываете по сути дела. Я всегда уставший для всех и всего. Ну, это интересно, откуда усталость берется, да? То есть, куда она, откуда она берется? Сейчас любовь-то невзаимна. Самооценка. Если компания из трех человек, то я третий. Личные родственники относились второсортно. Это как? Это тоже все так раздражало, что это мне было и так плохо. Какую-то вещь хотели добить. Ну, собственно, я вам и об этом говорил, да? Естественно, я проверял все базисно. Мы акцент делали больше на кодиалоге. Кто мы? Ну, мы, а не я. Врачи просто говорили, что есть, что мы в ОСИД ставили, прописали пустырник, как говорите, примите, распишитесь. Ну, и вы делали что-то? Ага, у нас город небольшой, глухая деревочка. Я сама, как бы, чувствовал, что у нас что-то не так, но не могла понять. И не могу. А лечение не помогало, и в больнице клали. Сердце проспроверять, эффекта нет. Эффекта психового не было. Врачи очень скептически относились, очень грубо. А какая разница, опять-таки, как относиться к вам врачи? Если вы имеете право что-то требовать, это, наверное, требует. И не важно, как относиться к вам. Врачи не должны относиться к вам по-другому. Тем более, если вы наложили бесплатную больницу. Ага, продолжим отслежь после смерти. Папа, мне кажется, что у меня была травма, я как будто молча сломал так, что, да, вы не отпустили отца. Это тоже есть определенные средства, чтобы опусти, проститься с ним и так далее. Но я даже не могу понять, только как после этого еще столько событий было. Ну, я думаю, что еще до смерти папы вы уже нашли ломаться. А я не смогла победить этого. Слав, да, ее не побеждать нужно, ее раскрывать нужно. Вы пытаетесь ее подавить, это бесполезно. Ее нужно раскрывать, то есть, смотришь, что за ней. Так как будто она уже хронически во мне, въелась кровь и врачи отнеслись грубо. Естественно, что человек, когда в депрессии, он не идет в больнице. Нет, это неестественно. Это неестественно. Причем, если кто врачи отнеслись грубо, это вообще отдельная тема, каким-то образом здесь. Я не говорю, что все люди плохие, были такие, готовы помогли, но в целом люди общего относились до рассортно. Все, все, это точно уничтало. Вот, знаете, у вас вот есть вот эта вот второсортность, да, это вы себя так говорите, честно, понимаете. Вы чего-то взяли, если вы второсортный. Ну, люди, соответственно, к вам также относятся. Считали бы вы, что вы ничем не хочете других, да, и все было бы здорово. Эта позиция называется так. Я не в порядке, другие в порядке. Соответственно, позиция, я не в порядке, это ранние детские годы. Ну, и детские годы. Вот. С этой позиции вам и нужно в первую очередь работать. Вот, откуда она у вас. То есть, придало очень сильное разочарование от людей, от жизни людей. В третьей личной он везде второсортный. Газовое решение. Ну, это, во-первых, ожидания завышенные, приправленные вашими желаниями и потребностями. Это первое. Второе, это самооценка. То есть, вы почему-то ждали, что люди вас примут такой вот, какая вы есть, но при этом вы сами ничего делать не будете. Когда вам плохо было, нас не поддержали, я всегда дала какую-то поддержку. Вот именно. Вот именно. Вы почему-то помещились, что когда вам было плохо, вас не были поддержать. С чего? Непонятно. Вы всегда ждали какой-то поддержки. С какой встать? Ну, с какой встать? Непонятно. А в 15 лет влюбилась в мальчика очень сильно, он не любил меня, не обращал внимания, мне тоже это было больно. Если было больно, значит, это не любовь. Потому что любовь – это шерсть. Это готовность отпустить человека, это готовность сделать его счастливым. А вы о нем думали 10 лет, и ты как раз со стороны его любили, стану любыми вверх. Это ваше желание, это ваше стремление убежать в другой мир. Мне так больно за эти прожитые неправильные года. Ну, опять же, кто сказал, что это неправильные прожитые года, для меня остается загадкой. Что если вы прожили эти года свои, ну, вот так, как вы пережили их? Ну, это, конечно, да. Это, конечно, не здорово. Согласен. Но говорить, что это неправильно – нет, я бы не стал. Я бы не знал говорить, что это неправильно. Я бы скорее сказал, что это опыт ваш. Это хороший опыт. Это опыт, который нужно использовать, который нужно выявить, который нужно выделить, который нужно изучить. Понимаете, какая история? А неправильно – это, мне кажется, вы здесь используете, ну, достаточно шаблонных такие, знаете, позиции. Это неправильно, почему неправильно с точки зрения, кого, да, кто сказал. И вот сейчас я радуюсь, что написала всегда, потому что до этого не могла даже это написать, проговорить все это. Ну, я не знаю, как-нибудь. Ну, вам записываться на психологу и работать с ним индивидуально, потому что понятно, что за один ответ и за одну консультацию от всего этого не избавиться. Потому что все эти события и отпечатки остались следы, что этот багаж лежит тяжелым грузом в душе. Да, от него нужно избавляться, нужно вытаскивать, перебирать, оставлять то, что нужно, все ненужное выбрасывать. Да. Выработалась какая-то реакция на людей, на жизнь, были сделаны выводы. Ну, я так понимаю, что выводы были сделаны неправильно, судя по всему. А реакция, реакция – это исключительно, так сказать, следствие ваших ожиданий и ваших ощущений. Я теперь, значит, теперь я просто не знаю, как мне заполнить душу надеждой и оптимизмом. Это достаточно пассивная позиция, потому что вы хотите заполнить душу. Вы не говорите, что я хочу надеяться, я хочу получить надежду и оптимизм, уверенность. Я хочу заполнить душу. Это как бы не вы. И как бы не вы должны делать что-то для того, чтобы это стало реальностью. Поэтому я полагаю, что нужно вот это вот фраза, это выражение, нужно меня делать из нее немножко другое. Вот. А так, и надежды и оптимизм все это возвращается, все это выселяется, но постепенно. По мере того, как вы будете избавляться от груза, по мере того, как будут убираться ваши ложные представления о том, как вам стоят дела, По мере этого, значит, будет у вас появляться, так сказать, место для оптимизма и надежды. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!